Элена Ферранте. Лживая взрослая жизнь. Все факты и персонажи, действующие в этом произведении, все присутствующие в нём имена и диалоги, исключительно плод воображения и свободного художественного творчества. Всякое сходство, совпадение и отсылка к реальным фактам, людям, именам и местам не намерены, а случайны. Упоминание государственных учреждений, газет, журналов и книг обусловлено необходимостью обрисовать вымышленных персонажей. Часть первая. Глава первая. За два года до того, как уйти из дома, отец сказал маме, что я совсем некрасивая. Сказал почти шёпотом в квартире, которую родители купили сразу после свадьбы в Рионе-Альто, в самой верхней точке Виа-Сан-Джакомо-де-Экапри. Рионе-Альто, район Неаполя, расположенный на вершине холма Вамэро. Здесь и далее примечание переводчика. Всё это, улицы и площади Неаполя, синий свет холодного февраля, слова отца словно застыла. А я ускользнула и продолжаю ускользать между строчек, пытающихся сложиться в мою историю, хотя на самом деле у меня её нет, у меня нет ничего своего, ничего, что по-настоящему началось или по-настоящему завершилось. Лишь запутанный клубок. И никто, даже тот, кто пишет сейчас эти строки, не знает, запрятана ли в нём нить повествования или это просто сжавшаяся в комок взъерошенная боль, от которой нет спасения. Глава вторая Я очень любила отца. Он всегда был заботливым и милым. Утончённые манеры соответствовали худощавому телу. Любая одежда казалась ему велика. В моих глазах это придавало отцу неподражаемую элегантность. У него были тонкие черты лица, и ничто, ни идеально вылепленный нос, ни пухлые губы, ни глубокие с длинными ресницами глаза не нарушало общей гармонии. Со мной он всегда разговаривал весело, независимо от своего и моего настроения, и не уходил к себе в кабинет, отец всё время работал, пока я хотя бы не улыбнусь. Больше всего ему нравились мои волосы. Я уже и не вспомню, когда он начал их хвалить. Наверное, мне было годика два или три. Зато я точно помню, что когда я была маленькая, мы вели такие разговоры. «Какие красивые волосы! шелковистые, блестящие, подаришь их мне?» «Нет, они мои». «Но не жадничай». «Если хочешь, я их тебе одолжу». «Ладно, но я их не верну». «У тебя есть свои». «Эти я забрал у тебя». «Неправда, ты всё придумываешь». «Хочешь, проверь. Они были такие красивые, что я их украл». Я проверяла, но понарошку. Я знала, что он бы ни за что не украл у меня волосы. А ещё я смеялась, много смеялась. С отцом мне было веселее, чем с мамой. Он всё время просил что-нибудь ему отдать. Ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил. Он постоянно подчёркивал, что я ему очень нужна. Конечно, отец вёл себя подобным образом не со всеми. Иногда, если что-то его глубоко трогало, он взахлёб рассуждал о сложных вещах, не сдерживая чувств. А иногда, напротив, бывал немногословен, отделывался короткими меткими фразами, настолько ёмкими, что разговор сразу затухал. «Эти два отца были совсем не похожи на того, которого я любила. Я обнаружила их существование лет в семь-восемь, услышав, как отец спорит с друзьями и знакомыми. Они собирались у нас дома и горячо обсуждали то, в чём я ничегошеньки не понимала. Обычно я сидела с мамой на кухне и почти не обращала внимания на шедшие совсем рядом баталии. Но иногда, если мама тоже бывала занята и уходила к себе в комнату, я оставалась в коридоре одна, играла или читала, пожалуй, чаще читала, потому что отец много читал, мама тоже, а мне хотелось им подражать. Я не обращала внимания на взрослые споры и бросала чтение или игру, только когда в повисшей тишине внезапно раздавался один из чужих отцовских голосов. С этой минуты все его слушали, а я ждала, когда же закончится собрание, чтобы удостовериться, что отец опять стал таким, как обычно, нежным и ласковым. Тем вечером, за мгновение до того, как произнести врезавшиеся мне в память слова, отец узнал, что у меня не всё в порядке с учёбой. Для него это стало открытием. С первого класса я всегда училась хорошо и только в последние два месяца начала отставать. Родителям очень хотелось, чтобы у меня были высокие оценки, поэтому при первых тревожных звоночках они заволновались, особенно мама. «Что с тобой?» «Не знаю. Надо стараться». «Я стараюсь». «Так в чём же дело?» «Что-то я помню, а что-то нет». «Учи, пока всё не запомнишь». Я учила до изнеможения, но результаты всё равно разочаровывали. В тот день мама ходила в школу беседовать с учителями и вернулась расстроенная. Она меня не ругала. Родители никогда меня не ругали. Она лишь сказала, «Больше всего недовольна учительница математики, но она считает, что если ты захочешь, у тебя всё получится». Потом мама ушла на кухню готовить ужин. Тем временем вернулся отец. Я слышала из своей комнаты, как она пересказывает ему претензии учителей и поняла, что она пытается меня оправдать, ссылаясь на переходный возраст. Однако отец перебил её, и голосом, которым он со мной никогда не разговаривал, с ноткой диалекта, строго-настрого запрещенного в нашем доме, сказал, не сдержавшись, то, о чём ему лучше было бы промолчать. Причём тут переходный возраст. Она становится похожа лицом на Виторию. Зная, отец, что я могу его услышать, он бы никогда не произнёс это таким тоном, совсем далёким от того, каким велись наши обычные, непринуждённые, шутливые разговоры. Оба родителя полагали, что дверь в мою комнату закрыта. Я всегда её закрывала, и не заметили, что кто-то из них оставил её приоткрытой. Так в 12 лет я узнала от отца, старавшегося говорить как можно тише, что становлюсь похожа на его сестру. На женщину, которая, отец твердил это, сколько я себя помню, воплощала уродство и злобу. Мне возразят, наверняка ты преувеличиваешь, ведь отец не сказал «Джованна уродина». Действительно, ему было несвойственно выражаться так резко и грубо, но я была тогда очень ранимой. Год назад у меня начались месячные. Стала заметна грудь, которой я стеснялась. Я считала, что от меня плохо пахнет, всё время мылась, спать ложилась разбитой, и разбитой же вставала. В то время единственным утешением, единственной опорой для меня был отец, который относился ко мне с безоговорочным обожанием. Поэтому сравнение с тётей Виторией было страшнее, чем если бы он сказал «Раньше Джованна была красивая, а теперь стала уродиной». Имя Витории звучало в нашем доме как имя чудовища, которое всё оскверняет, губит всё, к чему прикасается. Я почти ничего не знала о ней. Мы виделись считанные разы. Но в этом-то всё и дело. От наших встреч в памяти остались только отвращение и страх. Не отвращение и страх, которые вызывала у меня Витория. Я её совсем не помнила. Меня пугали отвращение и страх, которые испытывали к ней родители. Отец о ней почти не упоминал, словно сестра занималась чем-то постыдным, чем-то, что покрывало грязью её саму и всех, кто с ней сталкивался. Мама о ней вообще не говорила, а когда отец не сдерживался, пыталась заставить его замолчать, словно из боязни, что Витория, где бы она ни была, их услышит и мгновенно громадными прыжками промчится по нашей длинной и резко поднимающейся вверх улицы, нарочно собирая и таща за собой всю заразу из близ лежащих больниц, взлетит к нам на седьмой этаж и разобьёт мебель и всю утварь вылетающими из глаз безумными чёрными молниями, а если мама начнёт возмущаться, примется хлестать её по щекам. Конечно, я догадывалась, что напряжённое молчание скрывало что-то из далёкого прошлого, некие давно причинённые и полученные обиды, но в то же время я почти ничего не знала об истории нашей семьи, а главное, не воспринимала жуткую тётю как её члена. Она была букой, которой пугают в детстве, прозрачной, еле заметной тенью, лохматым чудовищем, притаившимся в углу в ожидании, когда дом погрузится в темноту. И вдруг, совершенно внезапно, я узнаю, что становлюсь на неё похожа. Я? Я, прежде считавшая себя красавицей и благодаря отцу твёрдо знавшая, что останусь такой навсегда. Я, верившая отцу и полагавшая, что у меня чудесные волосы. Я, мечтавшая, что меня будут любить столь же безумно, как любит отец, как он меня приучил. Я и так уже страдавшая, потому что оба моих родителя оказались вдруг мною недовольны, и теперь, переполненная тревогой, которая делала мир вокруг тусклым. Я ждала, что скажет мама, но её ответ меня не утешил. Хотя она терпеть не могла всех родственников со стороны мужа и испытывала к заловке такое отвращение, какое испытываешь к ящерице, ползущей по голой ноге, она не крикнула ему в лицо, «Ты с ума сошёл! Между моей дочерью и твоей сестрой нет ничего общего!» Она лишь коротко, еле слышно, проговорила, «Да что ты, вовсе нет!» Я вскочила и быстро закрыла дверь, чтобы не слушать дальше. Потом я плакала в тишине и успокоилась только, когда отец объявил, на этот раз добрым голосом, что ужин готов. Я пришла к ним на кухню с сухими глазами. Глядя в тарелку, я вынуждена была выслушивать полезные советы о том, как наладить учёбу. Потом я вернулась к себе, притворившись, что сажусь за уроки, а они устроились перед телевизором. Мне было очень больно. Боль не уходила и даже не ослабевала. Зачем отец это сказал? Почему мама решительно ему не возразила? Их недовольство было вызвано плохими оценками или тревогой, не связанной со школой и длившейся уже не весть сколько? И главное, отец произнёс эти слова, потому что огорчился из-за меня сегодня или потому что проницательным взглядом человека, который всё знает и видит, давно прочёл у меня на лице предвестие моего загубленного будущего, надвигающейся беды, которое вызывало у него отчаяние и с которым он был не в силах справиться. Всю ночь я не находила покоя, а к утру решила, чтобы спастись, мне нужно своими глазами увидеть, какое на самом деле лицо у тёти Витории. Глава третья Это было непросто. В таком городе, как Неаполь, населённом семействами с многочисленными ветвями, представители которых порой враждовали до кровопролития, но никогда окончательно не сжигали мосты. Мой отец умудрялся жить обособленно, словно у него не было кровных родственников, словно он породил себя сам. Разумеется, я много общалась с бабушкой и дедушкой по маминой линии и с маминым братом. Они меня очень любили и заваливали подарками. Но потом дедушка и бабушка умерли. Сначала он, год спустя она. Их внезапное исчезновение меня почти напугало. Мама плакала так, как плачут девчонки, когда больно стукнутся. Дядя нашёл работу где-то далеко и уехал. Но прежде мы с ними часто виделись. Нам было весело вместе. О родственниках со стороны отца я почти ничего не знала. Они появлялись в моей жизни в редких случаях — на свадьбах или похоронах, когда все старательно изображали сердечные отношения. Поэтому с ними у меня было связано чувство, что я выполняю малоприятную обязанность — поздоровайся с дедушкой, поцелуй тётю. К этим родственникам я никогда не питала особого интереса. Ещё и потому, что после подобных встреч родители нервничали и, словно сговорившись, старались сразу о них забыть, словно их заставили участвовать в дешёвом спектакле. К тому же, если родители мамы жили в известном мне месте с внушающим уважение названием музей, они были музейными бабушкой и дедушкой, то место, где проживали родители отца, оставалось неопределённым и безымянным. Я твёрдо знала одно — чтобы добраться до них, нужно спускаться вниз, вниз, всё время вниз, в самый низ Неаполя. Путь этот был настолько долгим, что тогда мне казалось, будто мы и отцовские родственники живём в двух разных городах. Многие годы я так и считала. Наш дом стоял в самой высокой части Неаполя. Куда бы мы ни шли, приходилось спускаться. Отец с мамой с удовольствием спускались в Вомеро. Чуть менее охотно к дому музейных бабушки и дедушки. Друзья родителей жили в основном на Виа Суарес, на Пьяцца де Эльи Артисти, на Виа Лука Джордано, Виа Скарлатти, Виа Чемороза. Я хорошо знала те места, потому что там обитали многие мои одноклассники. Не говоря уже о том, что все эти улицы, вели на виллу Флоридиана, которую я очень любила. Мама возила меня туда в коляске подышать воздухом и погреться на солнышке, когда я ещё не умела ходить. Там я часами играла со своими подружками Анджелой и Идой. И только после этих кварталов, где глаз радовали зелень, проглядывавшие вдалеке море, сады и цветы, где царили веселье и хорошие манеры, начинался настоящий спуск. Тот, что вызывал у родителей раздражение. По делам, за покупками, по другим причинам, особенно если это было связано с отцовской работой, встречами или дискуссиями с его участием. Родители ежедневно спускались вниз, чаще всего на фуникулёре до Акьяи или Виатоледо, а оттуда добирались до пьяца Плебешита, Национальной библиотеки Порт-Альба, Виавентольери и Виафлорио. Самым дальним пунктом была площадь Карла Третьего, где стоял лицей, в котором преподавала мама. Все эти названия я знала на зубок, родители упоминали их постоянно, но редко брали меня с собой. Наверное, поэтому я не испытывала, слыша их, того же счастья, что отец и мама. За пределами Вомеро лежал немой город, то есть почти немой. Чем дальше стелился он по равнине, тем больше казался мне чужим. Поэтому места, где проживала отцовская родня, представлялись мне диким, неизведанным миром. У них не только не было названий. Вдобавок, судя по разговорам родителей, туда было совсем непросто добраться. Всякий раз, когда приходилось ехать в тот район, мои обычно бодрые и оптимистичные папа и мама казались на удивление утомленными и встревоженными. Я была маленькая, но их напряжение, слова, которыми они обменивались, вечно одни и те же, запечатлелись в моей памяти. «Андреа», — еле слышно говорила мама. «Одевайся, пора идти». Но он продолжал читать и что-то помечать в книжке тем же карандашом, которым делал записи в лежащей рядом тетрадке. «Андреа» уже поздно, а не рассердится. «Ты готова?» «Я готова!» «А наша девочка?» «И наша девочка!» Тогда отец, оторвавшись от книжки и тетрадки, надевал, наконец, чистую рубашку и парадный костюм. Он был молчалив, напряжен. Казалось, будто он повторяет про себя текст роли, которую ему придется сыграть. Мама, между тем, еще вовсе не была готова. Она вновь и вновь проверяла, как выглядит она, как выгляжу я, как выглядит отец, словно именно подобающие наряды и помогут нам вернуться домой живыми и здоровыми. В общем, было ясно, что всякий раз им хотелось защититься от мест и людей, о которых мне не рассказывали, чтобы не волновать. Но я все равно ощущала странную тревогу, узнавала ее. На самом деле, тревога присутствовала всегда. Она была единственной печальной ноткой в моем счастливом детстве. Мое беспокойство пробуждали непривычные, словно оборванные фразы. «Прошу тебя, если Витория что-нибудь скажет, сделай вид, что ты не услышал». «То есть она начнет дурить, а я должен молчать?» «Вот именно. Не забывай. С нами Джованна». «Хорошо. Не надо мне так отвечать. Ничего хорошего тут нет. Но не такой уж это и подвиг. Посидим полчасика и вернемся домой». Я почти не помню наши визиты. Шум, жара, суетливые поцелуи в лоб, диалект, скверный запах, который исходил от всех, вероятно, из-за страха. Все это со временем поселило во мне уверенность, что отцовские родственники, эти завывающие, отвратительные, мерзкие призраки, но особенно, конечно, тетя Витория, самая черная, самая мерзкая, представляли опасность. Хотя в чем именно она заключалась, я не понимала. Может, они жили в опасном районе? И от кого конкретно исходила эта опасность? От дедушки с бабушкой, дяди с тетей, двоюродных братьев или только от тети Витории? Похоже, моим родителям это было известно. И теперь, когда мне срочно потребовалось узнать, как выглядит тетя и что она за человек, мне придется с ними поговорить, чтобы во всем разобраться. Но если я начну приставать с расспросами, чего я добьюсь? Родители либо сразу закроют тему, попросту отказавшись ее обсуждать «хочешь повидать тетю? Хочешь к ней сходить? А зачем?» Либо встревожиться и постараются больше вообще не упоминать о Витории. Тогда я подумала, что для начала я не могу неплохо бы найти ее фотографию. «Музыка» 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 «Музыка»